Братские души. Почему простые немцы помогают мирным жителям Донбасса, несмотря на откровенную травлю на родине? Как и почему в Германии развернулась настоящая охота на тех, кто не согласен с политикой официальных властей и не поддерживает Киев? В студии открытого эфира уникальные гости из Германии. Представители сообщества немецко-русские братские души Алена Дирксен и Александр Климентов, а также Катрин Тромер, историк-представитель сообщества «Будущее видение Саксонии». Это программа открытый эфир на телеканале «Звезда», и мы продолжаем. В нашей студии гости из Германии, представители сообщества немецко-русские братские души Алена Дирксен, Александр Климентов, а также Катрин Тромер, историк-представитель сообщества «Будущее видение Саксонии». Вот вначале мы расскажем историю Алены. В Дрездене у нее русский ресторан, и после начала специальной военной операции Алена подверглась нападкам со стороны так называемых проукраинских активистов в Германии. Есть небольшой фрагмент, посмотрите. С марта месяца 2022 года на меня началась настоящая травля на территории Германии со стороны проукраинских активистов. Из-за моей позиции касательно Российской Федерации и русского ресторана под названием «Родина». Я неоднократно обращалась за помощью в правоохранительные органы Германии, но, к сожалению, ни одно мое заявление не привело к результату. В августе месяце я позволила себе рассказать небольшой местной газете о всех угрозах и нападках, которые поступают в адрес меня и адрес моего ресторана со стороны проукраинских активистов. Но, к сожалению, даже мое обращение в газету не дало никакого положительного результата. Правоохранительные органы как не спешили разбираться с моими заявлениями, так и не спешат. А наоборот, украинские активисты, увидев то, что я не молчу о том, что происходит и рассказываю об этом на территории Германии, начали еще активнее пытаться меня запугать, стали мне еще больше угрожать и распространять обо мне фейки в интернете. Чуть ранее у нас был Виталий Волков, он специалист по Германии, долгое время там жил и бывает там. Он говорит, вы поймите, они немцы готовы жертвовать собой, помогать украинцам, потому что они за европейские ценности выступают. Сейчас конкретный пример европейских ценностей. Вот на примере ресторана Алены. Пару слов обмолвились, когда еще программа не началась в гостевой комнате. Насколько я понимаю, у вас никогда не было 10 миллионов евро, это вообще не те суммы, которыми оперирует ресторан. Но, тем не менее, вы должны 10 миллионов евро официально к германскому государству. Объясните, как это возможно. Высокие европейские ценности, пожалуйста. Ну, это возможно тогда, когда просто правительство Германии хочет кого-то конкретно уничтожить или заставить молчать, заставить человека больше не высказывать свою точку зрения. Тогда, возможно, все. Это Германия. То есть вас просто превратили в должника от тех сумм, о которых вы понятия не имеете и никогда не видели в глаза. И вообще это не тот уровень дохода, который может приносить ресторан. Ну, в принципе, я могу сказать, что в Германии маловероятно, что вообще найдется какой-нибудь ресторан, который может зарабатывать 10 миллионов евро или который будет их вообще иметь. Представление о Германии у многих такое, что все там живут хорошо, все много зарабатывают, что, к сожалению, не соответствует реальности. В Германии в основном бизнес подавляется и уничтожается. Но они имеют право, они могут просто-напросто на кого-то налаживать штрафы, делать какие-то абсурдные просто-напросто заявления, выносить неправдивые решения судов. И ничего им за это не будет. Потому что это все делается просто-напросто с позволения правительства. Если говорить не о правительстве, которое действует так, как вы описали, а вот об этих украинских всяких разных, так скажем, активистах. Как они угрожают? Что они делают? Как они пытаются вам навредить? Ну, в первую очередь, конечно, они пытались этим массивным атакам во всех социальных сетях просто-напросто добиться того, чтобы... Психологическое давление. Психологическое давление, да. Запугать меня также внесли на знаменитый всем вот этот вот запрещенный в России сайт Миротворец. Вообще должен быть запрещенным во всем мире. Не знаю, почему так не произошло. Ну, в принципе, правительство Германии, вернее, правоохранительные органы Германии на этом мне ответили, что... Ну, это ж на территории Украины, кого это интересует. Ну, конечно. Ничего страшного. Они туда всех вносят. Да. Они, конечно, пытались физически, пытались запугать, пытались создать такое давление, чтобы я просто-напросто где-то замолчала, перестала высказывать свою точку зрения. И в основном их раздражало то, что я высказывала именно свою точку зрения на немецком языке. Я доносила именем жителям Германии правду об украинских бандеровцах. Да. Потом, конечно, они пытались поджечь ресторан. Поджечь. Поджечь, да. Они сделали несколько атак, они ломали мое имущество, пытались поджечь ресторан. И самое распространенное, то, что у них была такая любимая фишка, как меня запугать, они говорили мне о том, что они меня подорвут. Ну, кстати, это их почерк. Ну, не конкретно этих активистов, да. Но СБУ, ГУРУ Украины, они так и действуют. Они убивают людей именно методом подрыва. Это прямо вот... Давайте поговорим вот о сообществах. Первый, Катрин вопрос, это будущее видение Саксонии сообщества. Расскажите о нем, чем занято это сообщество. И насколько понимаю, оно выступает против Шольца. Расскажем мы mal kurz über diese Zukunftсвизион Sachsen. Und so, wie der verstanden hat, dass die Zukunftсвизион ja auch gegen Шольц ist. Also Zukunftсвизион Sachsen ist, wie der Name schon sagt, eine Vision. Es ist kein Parteiprogramm und es ist einfach eine Vision von Bürgern für Bürger. Wie gesagt, es ist kein Parteiprogramm. Es zielt einfach auf eine geistige Erneuerung in Sachsen ab. Und es soll die Menschen ermutigen, selber ihren Geist sozusagen zu reformieren und zu sagen, ich finde diese Ideen gut, ich will selber dafür kämpfen. Also die Vision fasst zusammen, wie kann ein eigenständiges Sachsen aussehen? Ja, ich will kurz kurz. Wenn nicht, dann wir einfach übeln. Dann Alexander kann es helfen. Das Zukunftsvidenz von Sachsen, wie es sagt, ist es eine Vision. Es ist für die Zukunft, um die Menschen zu verbinden, um die Möglichkeit zu sehen, um die Zukunftsvidenz von Sachsen zu sehen, um die Zukunftsvidenz von Sachsen. Und um die Zukunftsvidenz von Sachsen zu entwickeln, um die Zukunftsvidenz von Sachsen zu entwickeln. Abattest Division, von России. Annalena Bernek, der 16. Investition hat Arsch Julie Spannstachtet. было создано в 2015 году. Наш президент Ян Риддл сейчас находится в Германии, занимается другими важными делами. То есть я сейчас представляю нашу организацию тут. Сделана была эта организация, потому что многие немецкие наши товарищи в виде эту несправедливость, которая происходит на Донбассе, которая была тогда в 2014-2015 году, просто искали возможности, как можно помочь людям, которые там живут. Там очень много стариков, пенсионеров, детей, женщин, которые не могут никуда уехать по разным причинам. У некоторых просто нет денег, чтобы куда-то ехать, нет жилья. Но это русские в Германии инициировали? Или это и немцы, и русские? Это русские вместе. Я родился и вырос в Москве. Я искал соратников, нашел Яна Риддли, вместе была организована организация. Мы сделали нашу символику. С 2015 года мы работаем, помогаем Донбассу, то есть разным организациям помогаем возить гуманитарную помощь туда. То есть загружаем грузовики, разгружаем, ездим по детским домам, по школам, привозим школьные принадлежности для детей и всякие вещи. А как к этому в Германии относится? По-разному. То есть вот в круге моих знакомых, которые есть, они все относятся положительно, считают, что это хорошо. Очень хорошо сильно помогать люди боятся, потому что вот некоторые дают деньги или какие-то вещи, говорят, только не называй мое имя. Я говорю, почему? У меня семья, у меня работа. То есть сколько людей теряют работу из-за того, что они помогают востоку. Потому что как это считается не в мейнстриме, то есть про-против, значит, сразу называют тебя нацией, то есть меня уже называли, что я нацист. Великая европейская демократия. Мы приглашаем вас еще в нашу студию, было времени мало на разговор, мы обязательно продолжим, потому что есть много историй, мы в курсе, о которых хочется здесь в студии рассказать. Будем считать знакомство. Рассказать о знакомстве очень приятное. Спасибо вам огромное. Аплодисменты наших гостях.